Здравствуйте! Когда собирала украшения Курдельон, у меня перед глазами лежали все материалы, и как-то так само-самое сложилось, что у меня уже вагончиком за ними пришли еще несколько идей, сначала покажу вам материалы украшения из трубочек, которыми я пользовалась, которые я приготовила для украшения Курдельон, а потом покажу вам еще чокеры, которые как бы уже ненароком еще сложились у меня. Вот всякие трубочки у меня были, я вам их показывала. Вот это стеклянные трубочки, 4х2, насколько я помню. Сейчас еще раз посмотрю, их размер точный. Да, трубочки 4х2. И вот я решила собрать несколько украшений просто с трубочками, потому что они очень хорошо смотрятся, такие нежные чокеры получаются. И вспомнила я про свои мелкие-мелкие всякие подвески, что давным-давно покупала. Вот смотрите, приготовила я тут свою ретро-головку, буду вам на ней показывать, вот так. Видите, здесь у меня такая жабка. И вот чтобы ее как-то поддержать, я голубым трубочкам, здесь видно, что они светло-светло-голубые, добавила еще вот такие серебряные трубочки. Это все стекло. Между ними я поставила маленькие-маленькие гематитики, двухмиллиметровые. И вот такое нежненькое украшение получилось, такой чокер вот с жабкой на счастье. Это один чокер. Нравятся мне такие украшения. Фотографии показывать не думаю, что буду. Вот так вот можно посмотреть, кто хочет рассмотреть его получше. Закончила я его вот здесь колотами из нержавейки и таким окончанием из нержавейки. Вот такой вот коротенький-коротенький чокер получился. Это один. Следующий чокер, можно сказать, из тех же трубочек. Из тех же трубочек, только здесь только серебряные трубочки. Вот он такой асимметричный. У меня еще были вот такие стеклянные трубочки, покрупнее. Здесь я ставила вот такой формой гематит. Видите, здесь он крупный у меня есть и такой же мелкий. И получился такой асимметричный чокер. Вот такой, мне кажется, очень интересный. Делаю я его так, потому что вот у меня 4 вот такие бусины остались, крупные, и такие же мелкие были. Вот я его так собрала. Вот такой вот он. Тоже фотографии показывать не вижу смысла. Все чокеры эти собраны на тросик 30.03. Очень эластичные, очень такие минималистичные. И при этом можно их каждый день носить, а можно и на выход их носить. Вот испачкалась немножко, свой манекен чинила. Видите, вот такое, окончание у него такое. Вот поставила тут такую штучку. Еще один чокер из этих трубочек. Золотистый. Такие у меня трубочки очень красивые есть. Я их когда-то использовала в украшении золота скифов. Я тогда купила много-много этих нитей было. По-моему, по 10 нитей было. Такой же формы вот эти золотые у меня есть. Гематитики я проставила. Они очень хорошо между трубочками стоят. А вот здесь я решила асимметрию сделать. Вот это у меня матовый гематит был. Вот здесь мало. Мало ему совсем. Вот, видите, вот три шарика такие сделала. Тоже очень такой нежненький, асимметричный чуть-чуть чокер получился. Вот так он выглядит. Тоже закончила его нержавейкой. Здесь вот у меня есть такие хорошего качества. Сейчас покажу вам их. Такие хорошего качества. Такие колоты зажимные. Их одеваешь в них петельку и просто закрываешь, зажимаешь эту колоту. Вот такие они. Как кримпером вот сюда нажимаешь посредине и все закрыто, заперто. Я еще для надежности вот это колечко продеваю и через тросик, и через петельку самого этого кримпа. И вот так получается. И последнее украшение с трубочками. Вот были у меня еще трубочки такие немножко граненые. Тоже через эти же элементы гематита собрала их. А вот здесь сбоку сделала вот у меня такие вот цветочки. Есть, решила, сделаю цветочек один такой. Пусть будет, болтается такой цветочек сбоку. Вот так. Выглядят золотистые бусинки. Тоже очень хорошо смотрятся. В конце нержавейка и эти же кримпы зажимные. Вот такое получилось у меня из вот этих трубочек четыре украшения. Я же говорю, я когда начинаю работать, у меня какая-то работает уже инерция. И я их собираю, даже не обращая внимания на количество. Это всегда хорошие такие чокеры на подарки. Они бюджетные относительно, потому что это было 10 нитей по очень хорошей цене стеклянных буси. И красивые, нежные такие, они всем подойдут. Скоро у нас будет ярмарка к Пасхе, к Песах, к еврейской Пасхе. И у нас проходит такое мероприятие. И художники открывают свои дома. Его уже несколько лет не было. Было, я вам показывала один раз. Мы не дома открывали, а просто собрались уже в каком-то таком пассаже. И продавали свои украшения. А сейчас вроде намечается всё-таки продажа дома. И поэтому я решила, сделаю такие незатейливые украшения. Пусть будут всегда. Они нужны. Иногда на подарок, иногда надо на продажу. Посмотрим, что получится. А я с вами прощаюсь сегодня. До следующих встреч. До новых интересных видео. Не забудьте подписаться на мой канал. Нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующий ролик. Поставить лайк и написать комментарий. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok